В Алтайском крае построят 6 поликлиник, об этом сообщают корреспонденты, аргументы и факты на Алтае. Работы уже начались, новые объекты здравоохранения появятся в Барнауле в новом микрорайоне, а также в Ребрихе, Мамонтово, Селесоветское, Смоленское и Алтайское. Кстати, в последнем строительство уже идет, к концу 2020 года в Алтайском появится поликлиника на 250 мест. Подробности можете прочитать на страницах издательства «Аргументы и факты на Алтае». Пенсионерам пересчитают январскую прибавку к пенсии, об этом пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Это связано с тем, что введен новый порядок индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Их будут начислять с учетом прожиточного минимума пенсионера. В региональном отделении пенсионного фонда сообщили, что увеличение социальных доплат коснется более 7% неработающих пенсионеров. Вся информация есть на комсомольской правде Барнаул. Журналисты «Политсибру» пишут о том, что новый владелец Барнаульского дворца спорта пообещал вывести хоккейный Алтай в континентальную хоккейную лигу. Предприниматель Михаил Дроздов по условиям контракта и договоренностям с правительством края обязан отремонтировать объект и сохранить его назначение. О дальнейшей судьбе дворца спорта рассказывается на страницах «Политсибру». А на толке вы узнаете, когда начинается весенний сезон охоты в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко подписал документ, который вводит новые правила. В этом году охотиться можно будет не на всех разрешенных территориях одновременно. Их разделили на две части и сделали это для того, чтобы сохранить поголовье серого гуся. С 7 апреля разрешено стрелять только проходящую птицу, а с 26 числа этого же месяца охотиться можно будет на селезня. Подробная информация, в каких районах и когда можно охотиться, есть на толке. Обийский рабочий разместил любопытную статью про двух парней, которые творят добрые дела и так становятся примером для окружающих. В Наукограде этих ребят прозвали городскими героями. Они безвозмездно помогают людям и животным, дарят радость прохожим и делятся этим в своих социальных сетях. Имена современных тимуровцев и что заставляет их проводить акции добра, узнаете на Обийском рабочем.